здравствуйте с вами евгения чирикова и команда активатики друзья мы с вами живем в удивительное время это время трансформации и роста гражданского общества в россии еще 15 лет назад такой гражданской активности в россии вообще не наблюдалось и активисты приравнивались городским сумасшедшим ситуация меняется все больше россиян становятся активистами собственно поэтому мы наблюдаем настоящий террор в отношении активистов со стороны властей тюремные сроки по сфабрикованным уголовным делам по сути это месть чиновников которые прекрасно понимают что они не на своем месте что они глупее и менее образованы чем те люди которыми они правят именно из-за того что активисты стали заметной политической силой им им стят власти и пытаются заткнуть рот и бросают в тюрьмы невиновных но похоже на то что протест разрастается как лесной пожар и остановить его невозможно людей почувствовавших себя гражданами не так то просто вернуть в овощное состояние фарш назад не прокрутить посмотрите на протест в москве тысячи людей вышли с требованием допустить к выборам независимых кандидатов московскую городскую думу 15 лет назад даже представить себе протест в россии на такую тему как выбора было бы невозможно а люди больше не верят власть и не хотят над нее что-то требовать у них появился запрос но управление своим городом люди сами хотят стать властью и это принципиально новый этап в развитии гражданского общества все государственные институты прокуратура полиция суды все работают на власть против народа но невзирая на возрастающую цену протеста активистов становится все больше существует миф что протестовать в россии бессмысленно и этот миф активно поддерживает власть но на самом деле протест в россии может быть очень эффективным и я вам приведу конкретные примеры одну из таких ярких побед граждане одержали этим летом в екатеринбурге и власти вместе с рпц которая является естественно частью путинской системы попытались отнять под застройку городской сквер тысячи возмущенных людей вышли на защиту сквера и неизбиение полиции не аресты их не остановили скандал был серьезным а протесте написали западные медиа в результате власти отказались от строительства в сквере впечатляет и победа сунских партизан в карелии власти дали согласие на вырубку сунского бора ради добычи песка тогда местные жители старики по 80 90 лет организовали эколагерь прямо в сунском лесу и жили там днем и ночью летом и зимой в минус тридцать протест вызвал огромный резонанс и власти вынуждены были остановить проект победа сунских партизан показала как могут быть сильны слабые незащищенные другой вдохновляющий пример победа медиков из акуловки победа это очень цена поскольку у россиян нет опыта отстаивания своих трудовых прав через профсоюзы появление независимого профсоюза альянс врачей важнейший этап развития гражданского общества профсоюз альянс врачей помог медиков в акуловке организовать забастовку и в результате медики добились увеличения зарплаты в два раза пример медиков вдохновил учителей они создали альянс учителей новый профсоюз несколько лет назад москвичи смогли отстоять свою частную собственность московские власти решили сделать деньги и на месте пятиэтажных домов построить небоскребы такое решение не устроило многих собственников жилья и они организовали протестную кампанию с массовыми демонстрациями в результате треть домов где собственники были особенно активны спасли от сноса но самое главное удалось не дать властям принять закон о сносе жилья без ведома собственников вот как ни странно заслуга роста гражданской активности вообще-то в россии принадлежит властям потому что они принимают настолько идиотские возмутительные решения что люди просто не могут молчать яркий пример таких идиотских решений это то что делают чиновники с мусором вот за последние 10 лет что делали наши власти невзирая на активные протесты граждан они продолжали застройку в зеленых зонах застройку наперекор законам российской федерации что мы получили в результате мы получили москве в петербурге в других крупных городах настоящие человейники застройку небоскребы без нормальной инфраструктуры естественно начались проблемы с мусором что делали наши чиновники с этой проблемой они просто вывозили мусор за город складировали его в огромные кучи называя это красивым названием полигоны тб о эти кучи воняли и в прямом смысле этого слова отравляли жизнь людей и люди просто вынуждены организовывать антимусорный протест еще одно дикое решение мусорные проблемы которые сейчас лоббируют власти это вывод московского мусора железнодорожными вагонами в архангельскую область для захоранивания ну вот конечно такое решение привело к серьезнейшим антимусорным протестом на 6 это предполагаемое место захоронения московского мусора там стоит эколагерь и активисты физически не дают строить мусорный полигон они не хотят загрязнять хрупкую северную природу ведь там водоносный слой подходит очень близко к земле и мусор неминуемо подойдет пойдет в воду и отравит все активистов из архангельска поддерживают по всей россии вот были проведены десятки акций по всей стране россия не помойка и я считаю что антимусорного протеста есть все шансы победить да не всегда удается одержать победу и цена протеста в россии очень высока но люди которые побывали активистами меняются до неузнаваемости они становятся гражданами и самое главное у них появляется запрос на нормальные демократические институты на честные выборы на честные суды на нормально работающую полицию эти люди становятся гражданами и их невозможно поменять а что такое нормальные граждане а это означает что у нас будет нормальное общество которое не будет верить пропаганде и все больше и больше людей раздражают власти которые занимаются исключительно своим самообогащением и не думают о том чтобы решать реальные проблемы они не думают как тушить лесные пожары они не думают о том как цивилизованно решать мусорную проблему они вообще не думают о людях и это очень раздражает я не знаю когда пойдет путинский режим но я верю что в случае его падения именно активисты будут той самой силой которая создаст нормальную демократическую россию быть активистом можно по-разному можно выходить на акции протеста можно распространять информацию в социальных сетях можно делать фотографии можно писать статьи а можно подписаться на канал активатики в youtube подпишись на канал активатики в ютюбе стань активистом